Всем привет! Я Рома Волков и мы говорим о спорте в проекте SportMix. Сегодня в программе вы узнаете, как сделать день рождения ребенка спортивным, познакомитесь с савиньоновскими теннисистами, которые стали лучшими в Украине и не только. День рождения. Для каждого ребенка этот праздник самый ожидаемый. Сладкий стол, слова поздравления от родителей и друзей и, конечно же, подарки. Обязательно нужно учитывать и главное условие известного сценария. Каждый праздник должен быть ярким и вкусным. А ведь можно его сделать полезным, да еще и спортивным. Спросите как? Смотрите сами. День рождения в теннисном клубе Мастерс. День рождения. an Ем awesome dreams. День рождения! День рождения! К peut Ayу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что же, как говорится, подкрепились в прошлом сюжете, теперь можно и спортом хорошенько заняться. А с такими профессиональными тренерами, как в теннисном клубе «Мастерс» можно и чемпионом стать. Спортивное турне этого года для молодых савиньоновских теннисистов началось с романтической Франции, а точнее южного городка Тарп, где в конце января проходил 32-й ежегодный турнир для малышей до 14 лет «Лес Петитас». Кстати, именно с этого турнира когда-то начинали свою спортивную карьеру такие именитые звезды большого тенниса, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Сегодня по их тропам уверенно идет и наш савиньоновский теннисист, который на французских кортах достойно представил Украину. Среди 128 участников имя 14-летнего Михаила Квантальани занимало исключительно верхние строчки всей турнирной таблицы. Обойдя квалификацию, молодой теннисист сразу же занял место в основной сетке, куда смогли попасть только высокорейтинговые игроки. В первых двух играх Михаил одержал победу над испанцем и россиянином, а вот в третий уступил американцу Белла Мироскоя. Но несмотря на поражение, Михаил Квантальани все же стал одним из лучших в Европе и оказался седьмым в рейтинге игроков своей возрастной категории. Сразу же после турнира во Франции первые ракетки савиньона отправились на родину, в поселок Буча под Киевом, где наша команда тренировалась со сборной мальчиков до 14 и 16 лет. Плодотворно отработав на тренировочных сборах, ребята вновь принялись за состязание, но уже в Казани, в командном чемпионате Европы до 14 лет, который проходил по типу Кубка Дэвиса. Участников из Украины представил тренер и капитан команды Игорь Хрущ. Из троих человек общего командного состава вновь отличился Миша Квантальани, который взял на себя основных соперников, а уступил только номеру первому в Европе до 14 лет россиянину Алину Авидсбе. Результат – заслуженное третье место. В это же время в столице Турции, Стамбуле, проходил чемпионат Европы, но уже среди девочек до 14 лет. В состав сборной команды Украины вошли и наши воспитанницы мастерса. Первый номер Европы – Даяна Ястремская и четвертый – Александра Андреева. Уверенно пройдя отборочную группу и обыграв Данию, Голландию и Британию, девчонки попали в финальную часть, которая вначале проходила в Чехии, а затем в Румынии. Итог, как всегда, достойный. Украина в четверке сильнейших сборных до 14 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это были спортивные истории в программе «Спортмикс». А с вами был я, Рома Волков. И напоследок важная информация для теннисистов. Летние корты Савиньона уже открыты. До встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Максимум о спорте в проекте «Спортмикс».